Здравствуйте! Нам задали вопрос, насколько полезной может быть однократная психологическая консультация, если нет возможности пройти хоть сколько-нибудь длительный курс психотерапии. Нет необходимости долго говорить о том, что возможности однократной сессии курса отличаются. Даже если это большая часовая или полуторачасовая встреча, то почти вся она, учитывая то, что это первый контакт, уходит на диагностику. Как-то сократить диагностические этапы, а тем более совсем его упразднить, по понятным причинам невозможно. Стратегии и рекомендации должны быть максимально индивидуальными. В этом ценность работы со специалистом как таковой, потому что информация о работе психики в норме и патологии, о симптомах и возможных действиях при этих симптомах уже очень много в свободном доступе. Специалист уже не является уникальным носителем знания на эту тему, так что его ценность как раз в том, что он будет обсуждать с вами не стратегии работы с тревогой вообще, а стратегии работы с тревогой именно в вашем случае. Но вместе с тем это не значит, что если у человека есть возможность получить только одну консультацию, то это совсем ничего ему не даст. Лучше получить возможный минимум помощи, чем не получить помощи совсем. Поэтому давайте рассмотрим, что может и чего не может дать однократная сессия. В общем, в рамках однократной сессии недоступно все то, для чего требуется время. Фактор времени играет значительную роль в изменении психической картины, потому что в большинстве случаев для каких-то значимых изменений требуется формирование новых навыков и привычек. Это время, конечно, можно сократить в рамках разумного, но не более того. То есть даже самые эффективные схемы и рекомендации не уменьшат это время до дня или даже до недели. Та же диагностика в первом приближении иногда дает недостаточной информации. И в ходе наблюдения за динамикой диагностические выводы нередко приходится корректировать. Особенно это характерно для случаев, в которых речь идет о личностных особенностях, акцентуациях или расстройствах личности. Хотя практически любая картина психического состояния может быть оценена неправильно, даже при самой тщательной ее оценке, просто потому что не хватило информации о динамике. Сведения о динамике нередко оказываются важными еще и для внесения изменений в схему самостоятельной работы. В работе в рамках курса сессии очень часто оказывается, что такие рекомендации тоже нужно корректировать. То есть клиент начинает самостоятельную работу и оказывается, что что-то ему не подходит, чего-то не хватает и так далее. Что же в таком случае все-таки возможно в рамках однократной встречи? Прежде всего человек получает понимание происходящего с ним. Это уже само по себе успокаивает большинство людей. Даже если новости не самые утешительные, неопределенность все равно обычно более стрессогенна, чем конкретика, какой бы она ни была. Практика показывает также, что часть клиентов, особенно склонных к тревоге, нередко оценивают явления здоровой психики, то есть нормальные эмоции, мысли, реакции на стресс и так далее, как патологические. И в этом смысле разъяснения, для которых не требуется много времени, тоже могут быть очень ценными. Кроме того, даже за одну сессию можно успеть ответить на ряд вопросов, если они уже сформулированы. Опять же, большинство ответов на эти вопросы есть в сети, но общие сведения, они на то и общие. Они описывают то, как что-то происходит вообще у сферического человека в вакууме. А большинству людей все-таки хочется получить информацию конкретно о себе. Ну и, конечно же, даже однократная сессия всегда содержит рекомендации, какой-то план самостоятельной работы. Не всегда позволяющий закрыть все вопросы, но позволяющий начать работу, запустить какие-то изменения, создать ощущение больше уверенности и субъектности, типа «я сам могу повлиять на свое самочувствие». Чего уже достаточно для уменьшения страданий и повышения качества жизни. Да, скорее всего, этого не будет достаточно в целом, но сделать немножко лучшее часто оказывается принципиально важно. Нередко это дает ресурсы для дальнейших изменений. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего.